ассалам алейкум мира и милости вам дорогие телезрители в эфире передача мастерская мусульманки я гульнас сегодняшний выпуск особо важен поскольку сегодня я расскажу вам о тканях о том чем они различаются друг от друга как их подготавливать к раскрою чтобы после того как вы сшили платье а затем постирали не обнаружили что платье стало на два размера меньше чем вы кроили а также расскажу о других приемах и принципах раскладки лекал поэтому обязательно оставайтесь с нами и продолжайте смотреть особенно если вы новичок все материалы условно можно разделить на две категории это ткани и полотна ткань создается с помощью ткацких станков к примеру бязь самый простейший образец ткани она имеет нити основы долевые нити которые идут вдоль кромки и нити утка которые идут поперек кромки то есть перпендикулярно эта бязь достаточно мягкая практически полупрозрачная и совсем не эластична как правило ткани и полотна тянутся больше по уточной то есть поперек кромки нежели по долевой но бязь не тянется практически ни в одну из сторон но все же если сравнивать по утку она растягивается больше таким образом ткань это материал который создается благодаря переплетению уточных нитей и нити основа то есть долевых нитей а трикотаж это материал который вяжется если вы приглядитесь то в структуре увидите маленькие петли которые нанизываются одна на другую и в результате образовывается трикотажное полотно таким образом трикотаж формируется в результате определенного особенного переплетения нитей вязание именно поэтому трикотажные полотна тканью мы назвать не можем это отдельная категория трикотаж как правило отличается своей эластичностью он хорошо растягивается особенно по уточному направлению то есть также поперек кромки а вот по долевой он растягивается не так сильно поэтому если мы имеем дело с трикотажем то мы должны называть его трикотажным полотном а не трикотажной тканью поскольку по природе своей трикотаж не ткется а вяжется посмотрим несколько образцов трикотажа как мы уже сказали трикотаж также как и ткани имеет направление нитей долевое вдоль кромки и уточная поперек кромки трикотаж также как и обычные ткани может иметь разный тип переплетения и конечно разный состав посмотрите он отлично тянется по утку и практически не тянется подолевой. Этот вид трикотажа имеет необычную структуру. Не ровную, а слегка рельефную, песочную. А вот еще одно трикотажное полотно, которое стало популярным в последнее время. Его называют лапшой. Особый тип вязки, в результате которой образуются вертикальные столбики вдоль кромки. Аналогично хорошо тянется трикотаж по утку и не очень, но все же тянется подолевой. И если приглядеться, то можно увидеть маленькие петли, в результате которых образуется трикотажное полотно. Вот образцы трикотажа, которые имеют также в составе люрексовые блестящие нити. Те же самые свойства эластичности. А вот еще один тип трикотажа, на который пришиты пайетки. Для того, чтобы понять, что это трикотаж, нам необходимо заглянуть на изнаночную сторону и обратить внимание на тип переплетения нитей. Мы можем найти те же самые петли. А также распознать трикотажное полотно по эластичности. Оно отлично тянется и снова возвращает свою форму. Подолевой тянется не очень сильно, практически не растягивается. А вот по утку полотно очень эластичное. Учитывая, что на него вдоль нанизаны пайетки. Отличная эластичность. Рассмотрим несколько образцов тканей. Вот, к примеру, образцы льна. Лен. Одно из простейших и очевидных способов переплетения. Мы видим нити основы, идущие вертикально, и нити утка, перпендикулярные. Волокна достаточно крупные, и мы можем увидеть, как они переплетаются между собой. Лен подолевой не растягивается абсолютно, а вот полуточный слегка, еле заметно может растянуться. Вот еще один похожий образец с переплетением. Габардин. Синтетическое полотно, которое позволяет окрашивать его в различные оттенки. А вот костюмная ткань, которая немного отличается переплетением. Вы можете увидеть, если приглядеться по лицевой стороне полотна диагональной линии. Это костюмная ткань на 95% состоящая из хлопка и 5% эластановых волокон. Благодаря такому составу, то есть всего лишь 5% эластана, полотно по уточному направлению неплохо растягивается. Ну а по долевому направлению эластичность практически нулевая. Таким образом, мы увидели, что даже если ткань растягивается, это не означает, что она превращается в трикотаж. Поскольку эластичности можно добиться благодаря добавке даже небольшого процента дополнительных эластичных волокон. Но от этого ткань не становится трикотажем, поскольку способ переплетения и способ создания материала остается прежним. Что касается состава материалов, то есть волокон, из которых они состоят, то и ткани, и трикотаж могут иметь себе различные волокна. Натуральные, искусственные и синтетические. К примеру, лен может состоять не только изо льна. Например, 40 процентов в составе может иметь льняные волокна, то есть натуральные волокна. 40 процентов вискозы, то есть искусственных волокон. И, допустим, 20 процентов полиэстера для износа стойкости, то есть синтетических волокон. С синтетическими натуральными волокнами более-менее понятно, а чем же собой представляют искусственные волокна. Это, например, вискоза, целлюлоза. На самом деле, волокна эти натуральные. Они изготавливаются, к примеру, из древесины, но впоследствии проходит определенную обработку, в результате чего из древесины получаются тонкие волокна. После переплетения этих волокон мы получаем материал. Таким образом, состав этих волокон получается натуральным, а способ получения этих волокон искусственный, поскольку он проходит особенную обработку и пропускание через специальные фильтры для того, чтобы из древесины, из этой древесной массы образовались волокна. В зависимости от составов полотен и тканей, степень комфортности износа стойкости материала меняется. К примеру, если мы хотим, чтобы тело дышало, чтобы нам не было жарко. Ну и в целом, если для нас важно выбирать гипоаллергенные ткани, материалы, то стоит отдать предпочтение материалам с натуральным составом, либо хотя бы в преобладающем. Но в таком случае часто приходится жертвовать внешним видом изделия. К примеру, вот эта костюмная ткань имеет практически полностью натуральный состав из хлопка. Но, к сожалению, материалы, которые в большинстве своем имеют натуральный состав, легко сминаются. Для того, чтобы ткань сохраняла свой внешний вид, была более износостойкой и прочной, часто в полотна и в ткани добавляют синтетические волокна. В этом нет ничего страшного, если состав синтетических волокон небольшой. К примеру, в эту ткань добавлено пять процентов эластановых волокон, поэтому она неплохо растягивается. По утку, разумеется. А подолевой практически не тянется. Перед раскроем ткани необходимо предварительно подготовить. В швейной терминологии это называется декотирование. То есть нам необходимо либо пропарить ткань утюгом, для того чтобы она дала максимальную усадку, либо можно, к примеру, замочить ткань в воде комнатной температуре или постирать ее в режиме полоскания, например. А в целом классическое декотирование ткани это утюг, обязательно включенный на функцию пара, либо если нет такой функции, то можно воспользоваться сбрызгиванием водой. Сбрызгиваем полотно полностью водой и проходим утюгом, полностью высушивая материал. Утюжим ткань обязательно по изнаночной стороне для того, чтобы не испортить лицевую. Посмотрите, я проутюжила вот этот участок, а оставшийся участок слегка растянут и ширина полоски больше, поскольку ткань села. Таким образом очень тщательно и медленно необходимо будет продекатировать все полотно. Что плохого, если не подготовить предварительно ткань к раскрою, то есть не продекатировать ее. Если вы сошьете платье из неподготовленной ткани, а затем постираете его, то в результате вы можете обнаружить, что платье стало вам маленьким. Оно просто село и в длину и в ширину. Поэтому подготавливать ткань перед раскроем обязательно необходимо. Таким образом мы проходим очень тщательно, медленно по всему полотну. Ни в коем случае не нажимаем на материал и не растягиваем его. Мы просто аккуратно накладываем утюг, немного держим, отдаем паром, либо высушиваем после сбрызгивания водой, а затем переходим к другому участку. Что касается декотирования трикотажных полотен, то как правило трикотаж практически не декотируют, поскольку он в силу своего переплетения будет очень сильно растягиваться и может потерять свою форму. Но все же если есть помятости и вам необходимо поутюжить трикотажное полотно, то я советую делать это с функцией пара и проходить по всей площади трикотажного полотна практически не прикасаясь, еле касаясь полотна с паром. Ни в коем случае не растягиваем, не надавливаем утюгом, просто еле касаясь проходим сверху. После этого даем полотно остыть, ни в коем случае не поднимаем его, в горячем состоянии и не передвигаем следующий участок. Мы даем полотно остыть и после этого переходим к следующему участку. Иначе мы растянем трикотажное полотно. А для тех, кто только присоединился к нам в эфире передачи мастерская мусульманки Ягульнас. В сегодняшнем выпуске мы говорим о тканях, их свойствах, отличиях, правилах подготовки ткани перед раскроем, правильный раскрой и раскладка лекал. Расскажу все свои принципы, методы и секреты. Поутюжили, продекотировали материал и теперь мы можем перейти к раскрою. Для раскроя нам необходимо сложить ткань пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри, а кромку необходимо соединить с кромкой вместе. Расправляем материал. Смотрим, чтобы ткань легла ровно, без каких-либо волн. Таким образом, получаем две кромки с одной стороны и сгиб с другой. Мы складываем ткань пополам по долевому направлению, то есть вдоль кромки идет долевая нить. После того, как сложили ткань, хорошенько прогладьте ее рукой, расправьте. Не должно быть никаких лишних волн или перетяжек. Также должны совпасть срезы, но они могут и не совпадать. Возможно, при разрезании тканью в магазине была допущена ошибка. Поэтому мы должны все проверить. Мы прогладили хорошенько рукой ткань и смотрим, как она легла. К примеру, вот здесь в сгибе ткань не ложится, а образовывается небольшая волна. Это говорит о том, что ткань легла немного неправильно, с перекосом. Расправим сгиб ткани. И видим, что теперь срезы не совпали. Кромка осталась прямо под кромкой. Здесь все совпадает. Это очень важно. А вот срезы не совпадают с одной стороны и с другой. Нам необходимо это исправить. Поэтому мы должны под прямым углом прочертить линию. Для этого нам удобно будет воспользоваться уголком. Можно приложить одну из сторон портновского уголка, например, к кромке, либо к сгибу. Следите, чтобы линейка строго совпала и не было никаких перекосов. Приложили линейку, нашли самый короткий срез и прочертили вдоль всей ширины ткани. Линию, по которой нам необходимо будет срезать. Для того, чтобы осноровить, то есть выровнять срезы по двум слоям ткани. Также следите за тем, чтобы нижний слой не был меньше, короче верхнего слоя. Прощупайте хорошенько ткань и проверьте ее. Возможно, нижний слой еще короче. Далее сразу можем также отрезать кромку, для того, чтобы она нам не мешала и мы на нее не рассчитывали, поскольку такие срезы нам не подходят. И аналогично также осноравливаем второй срез по ткани. Вот, к примеру, здесь я прощупываю ткань и понимаю, что нижний слой ткани практически на сантиметр короче верхнего слоя. Поэтому я делаю отметку самого короткого участка и аналогично прикладываю одну из сторон уголка к кромке, либо к сгибу, а по второй стороне рисую линию, по которой мне необходимо будет выровнять полотно. Итак, по этим линиям нам необходимо будет срезать лишнее, для того, чтобы у нас остался чистый отрез ткани, с которым мы сможем работать. Немного заходя вперед, скажу пару слов о раскладке лекал. Все детали изделия в длину мы раскладываем по долевой, то есть вдоль кромки. Таким образом, платье в длину располагается вдоль кромки, не поперек. Детали юбок, передней и задней половинки, также в длину располагаются вдоль кромки, то есть по долевой нити, по нити основы. То же самое касается и брюк, строго по долевой, а также рукавов. Представим, что мы сложили ткань пополам, то есть в два слоя. С одной стороны кромка, с другой стороны сгиб. Как необходимо раскладывать лекало? Рассмотрим на примере платья. Мы уже создали лекало платья, смоделировали при необходимости, то есть подготовили окончательную выкройку платья. Как правило, середину передней половинки, то есть полочки, мы прикладываем к сгибу, для того, чтобы посередине передней половинки изделия не было лишних швов. А вот середину задней половинки можем приложить к кромке, а затем посередине спинки задней половинки изделия обработать застежку-молнию. Поэтому срез нам наоборот даже пригодится. Таким образом мы можем расположить детали в одном направлении, то есть с одной стороны будет низ изделия, а с другой стороны верхняя часть изделия лифа. Эта ткань имеет примерную ширину в разложенном виде 140-150 см, то есть стандартная ширина. К примеру, если полочка и спинка имеют расклешенный силуэт и они не вмещаются в одну ширину, допустим, они намного шире, и если мы прикладываем их в одном направлении, то они просто пересекаются, а значит деталь получается не целостной. В таких случаях мы можем полочку, то есть переднюю половинку изделия, направить в одну сторону, также оставив ее посередине на сгибе, для того, чтобы не иметь лишних швов. А деталь спинки перевернуть и вот в это оставшееся пространство мы вкладываем верхнюю часть спинки, а дальше делаем расклешение и вкладываем. Таким образом, две детали, широкие по низу изделия, вмещаются в пределах одной ширины, той же самой стандартной ширины ткани. Иногда бывает, что ширина, которая осталась, за исключением низа передней половинки, недостаточно для того, чтобы вместить сюда плечевую область спинки. Поэтому, например, деталь спинки можно немного поднять выше, то есть низ изделия будет заканчиваться, к примеру, здесь. И все срезы немного смещаются. Но подобный способ раскладки лекал не подойдет, если ткань, к примеру, имеет направление рисунка. Поскольку, к примеру, по полочке цветы будут смотреть в одну сторону, а по спинке мы получим, что они смотрят в абсолютно другую сторону. Также подобная раскладка лекал недопустима, если ткань либо полотно имеет направление ворса. Как, к примеру, вот этот образец велюра. Это трикотажное полотно с хлопковым составом, и это полотно имеет ворс. Если пройтись рукой в одну сторону, то полотно получается гладким, а если в обратную сторону, то есть против ворса, то здесь уже получаются совсем другие ощущения. Поэтому, если ткань либо полотно имеет направление ворса, то нам необходимо кроить обе детали в одном направлении. То есть, как в первом варианте. И полочка, и спинка должны смотреть в одну сторону. Причем ворс должен идти сверху вниз. То есть, от уровня плеч до уровня низа. Это очень важно. Рассмотрим ситуацию, если, к примеру, детали в одном направлении не вмещаются, но нам необходимо раскроить их в одном направлении. Например, деталь полочки мы также кроим вдоль сгиба по направлению рисунка, либо ворса. А деталь спинки нам приходится поднимать выше. Таким образом, это требует дополнительного отрезка ткани. Поскольку нам необходимо, чтобы детали спинки и полочки смотрели в одном направлении, были расположены в одном направлении. Но ниже опустить деталь спинки мы не можем, поскольку нам мешает, к примеру, боковой срез раскалешенной полочки. Поэтому расход ткани увеличивается, как минимум, в полтора, а то и два раза больше. К примеру, если бы ширина юбки была бы еще шире, и она не влезала бы на этом уровне, нам бы пришлось поднять спинку еще выше. То есть, там, где закончилась бы деталь полочки. И отсюда располагалась бы деталь спинки. Это потребовало бы дополнительного расхода ткани. Таким образом, для того, чтобы рассчитать количество ткани, нам необходимо, во-первых, учитывать ширину ткани. Она может быть часто встречаемой стандартной 140-150 см, либо меньше, либо наоборот больше. Также нам необходимо учитывать размер одежды, поскольку не всегда большие размеры могут вместиться в пределах одной ширины. Как правило, если изделие не имеет особых широких форм, то детали спинки и полочки вмещаются в одном направлении, в пределах одной ширины ткани. Примерно до 46 размера, иногда включительно. Повторюсь, многое зависит от силуэта. К примеру, подобного фасона платья, то есть расклешенное к низу, может не вместиться и для 42 размера, поскольку имеет другой силуэт, расклешенный силуэт. Поэтому необходимо учитывать все факторы. Ну и пару слов о том, как располагать детали. К примеру, полочки. Середина передней половинки должна строго лежать по нити основы, то есть по долевой нити, то есть вдоль кромки. Это очень важно. То же самое касается середины спинки. Середина спинки должна лежать строго по долевой нити. Ни в коем случае не изгибаться. Что касается юбок, передняя и задняя половинки с серединой должны быть также расположены вдоль долевой нити, то есть вдоль кромки. Рукав, середина рукава, также должна быть расположена вдоль кромки. Как найти середину рукава? Она у вас должна быть обозначена при построении рукава. Но если, к примеру, ее нет, то вы можете сложить рукав пополам, соединяя локтевые срезы. И образовавшийся сгиб будет обозначать линию середины рукава. Эту линию необходимо приложить строго по долевой нити ткани, то есть вдоль кромки. Не изгибать ее. Ну и в заключении брюки. Они тоже имеют линию середины. При построении вы также их обозначали, но, к примеру, если их не осталось, то вы можете сложить каждую из половинок брюк пополам, соединяя боковые и внутренние шаговые срезы прямо от низа брюк. Далее просто разглаживаем. Здесь на уровне банта срезы уже не будут совпадать. Итак, линия, которая образовалась на сгибе, будет являться линией середины. То же самое и по передней половинке. Складываем брючину пополам. Начинаем соединять срезы от низа брюк. По уровню банта внутренний шаговый срез немного выходит. И линия сгиба, которую мы получили, является линией середины. Таким образом, мы прикладываем при раскрою брюки, ориентируясь не на боковой срез, стараясь приложить его вдоль кромки, не на внутренний шаговый срез, стараясь приложить его вдоль параллельно кромки, а на середину. То же самое с задней половинкой. Мы ориентируемся на линию середины. Даже если талиевый срез не совпадает, к примеру, с горизонтальным срезом по ткани, мы не должны стараться приложить талиевый срез по задней половинке с припуском, к примеру, 1 см от верхнего среза ткани. В таком случае задняя половинка брюк будет изгибаться, и ее середина уже расположена не по долевой нити, а под углом. От этого могут образоваться большие дефекты посадки, и брючина будет просто обворачиваться вокруг ноги. Поскольку мы раскроили с косым срезом посередине детали брюк. Частично мы уже сказали, что плохого в том, если мы хотя бы под небольшим углом неправильно приложим деталь, но еще скажем и о других дефектах. Рассмотрим на примере детали юбки. Мы сказали, что в длину юбка должна быть расположена вдоль долевой нити ткани, то есть вдоль кромки. Что если мы приложим ее поперек кромки, то есть поуточной? Мы говорили в самом начале о том, что долевая нить более прочная и практически не растягивается. В отличие от уточной, она растягивается относительно долевой намного сильнее. Поэтому, если, к примеру, вы раскроите и сошьете платье из трикотажа, направив детали вдоль утка, а не по долевой, как это необходимо, то в результате платье, к примеру, до уровня колена может вытянуться до уровня пола, поскольку уточная нить очень эластична. Или, к примеру, рукав, если расположить не по долевой, как это обычно, а поуточной, то он растянется, вытянется в процессе носки. А в ширину растягиваться не будет, из-за этого нам будет не так комфортно, как если бы рукав из трикотажа хорошо растягивался и было эластичным. Поэтому обязательно соблюдайте правила раскладки лекал. Но бывают и исключения, когда уточная нить, то есть поперек кромки, не растягивается, практически не эластично, в отличие от долевой. Это уже особенности переплетения, и таких случаев не так много. Однако, если вам попался именно такой вид материала, то правила раскладки лекал вы можете менять в обратную сторону. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Я надеюсь, вы запомнили все правила и будете им следовать. Мы с вами снова увидимся ровно через неделю, поэтому обязательно будьте с нами. Я желаю вам успешного и прекрасного дня. Я точно знаю, у вас все получится. Это была передача Мастерская мусульманки. Я Гульнас. Ассалам алейкум. Мира и счастья вам.